Привет, друзья! С вами снова Кирилл Куницкий. И сегодня я хочу рассказать вам о двух мероприятиях, благодаря которым вы можете эффективно управлять вашим бизнесом как собственник. Своего рода интерфейс, через который вы можете оказывать управленческое воздействие, быть в курсе всех проблем, эффективно влиять на их решения, но при этом быть минимально задействованным в операционной текучке. Эти два мероприятия – это ежемесячная стратегическая сессия и ежемесячные индивидуальные беседы с вашими ключевыми сотрудниками. Ежемесячная стратегическая сессия проводится один раз в месяц, например, в первые несколько рабочих дней месяца. Она занимает около 3-4 часов. В ней участвуют все ключевые сотрудники, где-то до 15 человек в ней может принять участие в этой сессии, иногда даже больше. На этой сессии вы сверяетесь с тем, насколько компания движется к видению будущего вашей компании, к тем целям, которые вы поставили перед своей компанией. Естественно, что перед этим вы хотя бы раз должны собраться и поставить цели, сформулировать это видение. И вот такими стратегическими сессиями вы проверяете, насколько вы движетесь или в чем происходит затык, какие проблемы вас останавливают. И также на этих сессиях вы составляете стратегический план на предстоящий месяц и контролируете выполнение плана за предыдущий месяц. То есть фактически у вас есть такой цикл постановки задач и контроля выполнения задач за предыдущий период. Крайне важно, чтобы за каждой задачей был закреплен ответственный. И этим ответственным не должны быть вы. Этим ответственным должен быть кто-либо из членов команды. Таким образом, у людей возникает взаимная подотчетность, они чувствуют максимальную причастность к тому, что происходит. Ну и фактически они вместе с вами активно участвуют в развитии бизнеса. Это первое мероприятие. Второе мероприятие – это регулярные индивидуальные беседы с сотрудниками. На этих беседах вы садитесь один на один с ключевыми сотрудниками. Желательно, чтобы это было не в офисе, а, например, где-то в кафе или в нерабочей обстановке. Не надо вызывать их на ковер условно для таких бесед. И вы задаете рамку сотруднику. Вы сразу говорите, я прошу тебя быть максимально откровенным со мной в рамках этой беседы. Потому что цель этой беседы – помочь тебе разрешить те рабочие вопросы, те сложности, с которыми ты сталкиваешься. Помочь тебе повысить твой уровень счастья от работы нашей компании. Потому что для меня, как для руководителя, это важно. И в контексте этой беседы вы выявляете сначала, что беспокоит сотрудник условно. Если его уровень удовлетворенности работает сейчас, например, не 100%, а 80%, то что нужно, что должно измениться для того, чтобы это было 80%. Вы находите список этих проблемок и задач. И дальше вы поочередно, по каждой задаче определяете совместно с ним, помогаете ему, задавая эффективные вопросы, помогаете ему найти пути решения, найти первые шаги, каким образом он решит данные проблемы. Я вам хочу сказать, что все эти проблемы в 80% случаях будут касаться каких-то внутренних конфликтов внутри коллектива. Или межличностных, или внутрикорпоративных между отделами, например. И проводя такие беседы, вы уже на 3-4 месяц беседы обнаружите, что проблем стало намного меньше. Почему? Сотрудники начнут обучаться, сотрудники начинают понимать, что мы сами, контроль над ситуацией в наших руках, мы можем сами решать свои проблемы. И там уже начнет возникать следующая потребность в беседах другого уровня, в беседах в детализированном развитии компетенции сотрудников, в добавлении интеллектуальной, удовлетворении интеллектуальной потребности сотрудников. Но это уже целая отдельная тема, о которой мы с вами будем говорить отдельно в будущем. Это два ключевых мероприятия, благодаря которым вы можете эффективно управлять вашим бизнесом как собственник. В принципе, об этих мероприятиях мы активно говорим на всех учебных программах, которые мы проводим в рамках нашего проекта «Бизнес-конструктор». Поэтому, если вы собственник, если у вас есть, вы чувствуете, что вам не хватает твердой руки, которая проведет вас через определенные изменения в бизнесе, то смело присоединяйтесь, смотрите за нашими учебными программами. Я лично прикладываю очень много усилий, чтобы дать ценность вам как собственнику и в достижении успеха вашим бизнесом. И обязательно подписывайтесь на наш YouTube-канал, на рассылку на нашем сайте, чтобы не пропустить ни одной крупицы ценной информации, которой мы будем делиться с вами дальше. С вами был Кирилл Куницкий. Увидимся в следующих видео. Пока!